Согласно обнаруженным документам, красноармейцы из Абхазии Макартыч Консузян, Гурген Малхосян, Акоп Текнеджан, Сергей Арзуманян, Ефрем Чепнян и Аванес Чурбукрян погибли в концлагерях немецких нацистов. Об этом стало известно в ходе работ, проведенных проектом «Возвращение имени». Он посвящается памяти жителей Абхазии и других стран СНГ, погибших в плену немецких фашистов, и направлен на помощь тем, кто ищет своих родных. Я сам гражданин Абхазии, и поэтому с полным правом могу сказать, что в нашем обществе, в Абхазском, сохранилась одна очень важная черта нашего народа. Это сострадание. Семьи абхазские, армянские, русские, греческие, это многонациональная страна, они дорожат любыми сведениями, которые позволят им узнать судьбу пропавшего родственника, даже если это произошло через 70 лет. За три года проведения проекта мы вручили уже 170 документов. Эти вручения уже проходят по нескольку раз в Гаграх, в Галле, в Гудауте. Пожилым людям мы часто привозим документы на дом, вот сегодня мы поедем в село Агарак. Смысл инициативы в том, чтобы устранить историческую несправедливость и вернуть забытое имя человека его родственникам в жизнь. Совместно с Министерством обороны Абхазии этот проект проводится уже три года. Когда обратился руководитель проекта Григорий Скороцов ко мне три года назад, я всячески старался рядом стать вместе с офицерами, с коллективом училища, привлечь к этому делу, большому делу для нас, очень важному, наших курсантов. Наши курсанты – это будущее наше поколение, будущие офицеры. Мы их воспитываем не только как офицеров, а как личностей. Начинаем церемонию вручания документов. Гурген Малхосян был узником концлагеря в Дрездене. Там он покоится в братской могиле. Точная дата смерти, увы, неизвестна. Теперь, когда его семье вручены документы, боец Малхосян больше не является пропавшим без вести. Спасибо за это дело. Аванес Чурбукрян остался без вести пропавшим с 1942 года. Именно в том году, 12 января, солдат погиб в немецком концлагере «Шталак» номер 352. Получать ценные свидетельства пришла родная племянница Аванеса Мироновича – Араксия. Это дядя, папистарший брат. Он ушел, так и не узнал. Правда, узнал, где он похоронен. В 93-м году он получил справку с военкомбаном. Но не было возможности с нашей войной, чтобы выехать туда и побывать на могиле братской. Но мы племянники. Есть у него внук, но он не смог приехать. Сын родной. Вырос в 62-64 года. Он от кровоизлияния умер. Это двоюродный брат уже. Это родной его сын. Но мы выполнили перед нашим отцом наш долг, чтобы он там покоился спокойно. Спасибо. Включаем вам документ. Он похоронен недалеко от Минска, в деревне Мысюковщина. Это страшный был концлагерь немецких фашистов. Там погибло огромное количество ранних пленных. По завершении торжественной церемонии вручения документов семьям солдат команда проекта «Возвращение имени» направилась в Гудаутский район. Там их ждали еще две семьи, считающие до этого момента своих родных пропавшими без вести.